но дорогие друзья после того как у нас конструктор мимичный почти готов там остались еще мелочи но это можно в процессе добавлять и добавлять всяком случае первая фаза это уже позади теперь давайте сделаем то ради чего мы это все затевали то есть соберем из этих кусочков первую картинку ну я сюда сейчас загружу свою мыши где она у меня вот она выше сейчас выделю скопировать и грузим сюда вот она здесь потому что так я буду вписывать все в квадрат стараться так это у нас главная фигура может быть чуть поменьше и перво-наперво загрузим фон открыть где-то у нас была конструктор правильно это была сцена вот она это сцена так что мы сделаем мы сейчас ее тоже возьмем пока все скопируем пойдем этот безымянный пока и вот сюда и раз так и потянем в сторону потому что здесь она нам не нужна здесь мы с вами возьмем фон отсюда вот он он перегрузим его сразу на задний план подгоним так так и так хорошо вот у нас это есть теперь мы его вот этот и у нас мало кто терялся фону заблокируем так теперь она мне будет мешать в случае подумаем еще ну пока вот в карточке я бы ее хотел и видеть именно вот такой что это главная фигура и как бы мышь мне должна быть вот так выглядеть вообще выделять надо вот так все что она у меня сгруппирована сгруппировать во первых так посмотрим может быть чуть побольше готов так ну и отсюда возьмем уже облака сумочку возьмем правый угол формируем сразу диагональ хорошо так может быть поменьше чуть-чуть крупновато и начали с облаков вот облака одно вот облако другое вот так так посмотрим еще какое может быть облака маленькое тут тоже взять вот тут где-то поставить все пока так пока так хорошо так и теперь нам нужно будет сделать вот эти вот холмы деревья сейчас сделаем так так давайте мы на первых порах особо не будем усложнять то есть возьмем то что пока есть у нас на передний план поместим замечательного холса а здесь сделаем такой холмик на котором он сидит подгоним это дело так так можно немножко повыше сделать и сюда вот на холмике он таком сидит ну сразу же мы это дело обрежем ребят некоторые оставляют эти вещи да но как бы я не привык к этому все нужно быть аккуратность я думаю что он не выбирает два пересекающего тут опять проблемка значит вот в этом вот в этом где то есть лишний контур поэтому мы сейчас делаем объект разобрать все заливку обводку все разобрали теперь он сгруппирован сам по себе еще раз разобрать на всякий случай и попробовать снова если нет то то значит нет так пробуем еще раз этот выделим этот выделим и разрешим он говорит что внутри него что-то есть внутри него что-то есть внутри этого контура да внутри действительно была парочка контуров которых я удалил так сейчас здесь удалим вот теперь все прекрасно получается следите если внутри остался какой-то элемент он не будет резаться потому что больше чем один два пересекающиеся так хорошо есть переведем назад назад вот так вот он у нас сидит уже на этом самом комике радостный такой вот вот так так ну и на этот холмик мы сейчас тут принесем травки наверное какое-то деревце может быть но во всяком случае бабочки нам не помешает так это мы делаем объект разгруппируем обкроем сейчас тихий бабочка или поставим вот этот зая холмик и произведем с ним такую модификацию я предполагаю что это осень я предполагаю что это была копия вот этого и в ней тоже есть проблемки ну-ка сейчас поэтому поступим по-другому мы сейчас возьмем вот этот скопируем чистенький перевернем вот так и делаем так вот повыше здесь да заведем назад и покрасим какой-нибудь желтенький цвет да основные будут желтые хорошо вот вот такой 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 желтенький хочу ок вот чутненько чуть-чуть еще это делать сейчас легче сделать вот вот сделаю побольше вот такой клонок вот вот сейчас объясню почему что у меня за задумочка такая вот вот оставим и теперь нужно более желтый не лимонный а вот такой вот желтенький вот такой вот да выйти из режима изоляции обрезать пока хотя можно сразу обрезать а можно потом я сделаю следующее я сейчас хочу сделать такие переходные желтые осенние так перенесем чуть-чуть чтобы не повторялось так и превратим ее уже в оранжевую вот такую ок и осень потому что и еще раз двигаем сюда поближе таким образом мы получаем разные еще теперь чуть-чуть покраснее поораннее много 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 вот вот то есть сзади у нас поле в котором растет там я не знаю та самая пшеница может быть хорошо и теперь мы сделаем следующее мы сверху поставим с самого верху возьмем этот поставим тут прозрачники такой и скажем объект контур разделить нижние объекты вот он их разделил и прекрасно это то что мне нужно было то есть чтобы получить чистые следы цвета и так и сделал хорошо замечательно так ну и пару деревьев давайте в конструкторе у нас есть дерево давайте мы его сейчас сюда поставим вот тогда может быть побольше мешает да побольше мешает поменьше оно там где-то вдалеке доставая до облаков надо подумать как его лучше приспособить так и наш mouse и и так наш mouse и да вот так и теперь чуть побольше деревьем вот так пускай она будет хорошо цветочки теперь сверху цветочки и бабочки мы пока не будем сильно усложнять свой рисуночек это все у нас конструктор да поэтому так в конструкторе как и сделаем это деревца поставим сюда лично пейзаж получается так мало соседки надо немножко сдвигать ну и теперь осталось наделать здесь всяких вот тут у меня есть ромашечки с моих суда и запихаем сверху сделаем это делать сейчас украшать начнем вот так мышь у нас всегда должна быть впереди давайте я уберу сейчас вот так пока и сделаю слой под которым она над которым она всегда будет вот там я могу здесь в общем то и не учатся у меня есть для того кисточка осталось я сейчас ее возьму так и у нас тут лишнее это лишнее это лишнее с этой картинка должна была прийти сюда и это кисть пока да вот она поэтому сейчас возьмем кисть и разрисуем ее так сначала только бейком я могу теперь это кисточкой рисовать большие маленькие очень маленькие чрезвычайно большие маленькие лучше наделать все таки большие маленькие здесь плохо смотрится ну ну такие так 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 хорошо цветочков мы делали так где у нас здесь еще и важно еще ребята чтобы под мышью под мышью была какая-то тень ну так как я не хочу здесь никаких теней таких делать поэтому где у нас мыши вот она мыши я сюда и прилепил эти цветочки направо листы забываю все время про то как здесь слои построены еще раз назову это маус чтобы на ней не делать ничего маус вообще его заблокирую вот сюда поставлю маус вот здесь у нас маус заблокирую да и все так вот под ним где у нас вот этот холм зеленый вот латая цепь надо бетон так почему то он не отмечается а нет вот отметился вот он он то есть над ним поставим сейчас слой и будем рисовать просто напросто нарисуем сейчас тень это можно было и карандаш и в общем-то не будет вливается здесь так сейчас возьму карандашик ребят карандаш как-то быстрее получается так и скажу что оно должно быть чуть почемнее так у меня слишком 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 карандаш заточено под плавно и вот так окей и вот так окей так сейчас мы ее покрасим В темный, да? Окей. Вот так. Видите, вот тень появилась. Можем еще одну сделать. Чуть, может быть, светлее. То есть еще одну будочку. Возьмем вот этот цвет и сделаем его чуть-чуть темнее. Так. И переместим его назад. Вот она у нас уже прекрасно сидит. Да? Это мыша. Угу. Ну, что нам не хватает? Могли бы еще радугу здесь поставить. Раз она у вас уже есть. Давайте попробуем. Ну, а что нам мешает? Тоже вот на заднем плане. Где у нас радуга? Открыть. А, баба. Попробую вот это взять. Посмотреть, как на нашей сцене будет в сцене. Ну, она как-то вот веселее сюда подходит, мне кажется. Да. Пускай она так останется. И одну маленькую. И одну маленькую. Вот. Такую маленькую. Там у меня получилось сильно реалистично. и здесь она, как бы, ну... Немножко не то. А вот тут самая раз. О! Видите? Так вот, я говорю, ну, надо кусточки сделать, ребят. Надо сделать кусточки. Возможно, даже вот такие простые, как вот это. Сейчас я посмотрю. Карандашик. Я имею в виду, вот что-то вот такое здесь набросать. Для этого, вот я говорю, лучше всего сделать кисточку. Давайте сделаем. Не поленимся, сделаем кисточку сейчас. Где у нас тут инструменты? Вот этот инструмент. Вот так. Сразу разобьем. Уберем ей. Вот это. Где у нас острый угол сделаем, так? Чуть почемнее, чтобы видно было. Так. И потянем сюда. А эти два, ну, помните, как кисточка идет, да? Сюда и сюда. Тянем назад. Вот этих вот. Тянем назад. У нас вытянутая такая форма получилась. Все отлично. Это то, что нам нужно. Теперь кидаем его в кисти. Вот так. Не, не, это объектная кисть, никаких. Ну, пусть будет так. Меньше, наверное. Так. Удаляем. Берем обычную кисть и пробуем. То есть, вот такое что-то планировал. Но единственное, что надо делать ее поменьше. Ее надо делать поменьше. Вот так. 25. Пока. Да. Видите, вот. Небольшое добавление. Оно уже будет давать ту самую мультяшность. Ну, вот. Конечный наш результат. И, в принципе, я им доволен. Конструктор работает. Теперь мне, допустим, чтобы изменить, я могу поставить здесь и радугу, я могу там на заднем плане поставить какую-то деревушку, заменить бабочек, солнце другое и уже другая картинка. То есть, это уже будет занимать 5-10 минут. А представьте, чтобы это все по новой рисовать. Нет, это невозможно. Вместо колосков я могу мышонку, допустим, цветочки развернуть, поставить два мышонка, одного с бантиком будет. Девочка. В принципе, эта штука работает, как вы видите. И ей можно пользоваться. Ну, вот. И все. Подошла к концу наша история с этим самым с конструктором. Вы убедились, что это работает. И я думаю, что вы тоже этим заинтересуетесь. Тоже создадите такой клип арт-библиотеку. Всего доброго. Пока. Все доброго. .